И здесь возникает предложение по особо значимым для развития страны как с точки зрения развития страны, так и повышения ее обороноспособности по особо значимым отраслям и может быть даже холдингам, корпорациям разработать профессиональные стандарты по ключевым специальностям и вот на базе их уже по сути скорректировать образовательные стандарты максимально состыковав их друг с другом и в итоге на выходе получая прям профессиональных подготовленных выпускников. И здесь эту работу правильнее, на наш взгляд, было бы делать с участием тех самых холдингов, ну тоже Уралвагонзавод, например, в который мы входим. Мы могли бы вместе с образовательными учреждениями высшего учебных заведений совместно и как принимать участие в разработке, собственно говоря, самих образовательных программ, так и в их реализации. Мы знаем, что такой опыт у нас в стране на самом деле он уже есть, в некоторых вузах он успешный. Мы считаем, что это было бы все реализуемо. И вот хотелось бы ваше мнение узнать, насколько это в принципе можно, этот процесс масштабировать. И если да, то можно ли сроки может как-то ускорить. Спасибо. Вы смотрите, мы же вчера были на Уралвагонзаводе, там тоже говорили с руководителями предприятия. Они делают то же самое, что и здесь происходит. Я ещё только что упомянул о том, что эта компания целый факультет свой создала в Уральском университете. И слава Богу, и ваша группа компаний занимается этим же самым. Мы уже запустили программу «Профессионалитет», она называется. И к 28-му году, по-моему, миллион человек, миллион специалистов должны подготовить по новым, новейшим или традиционным направлениям деятельности, которые тоже приобретают новые качества и требуют особой подготовки со стороны, особой подготовки работников. Причём, наверное, никакого секрета, особенно для тех, кто работает на этом предприятии, я не открою. Ведь сегодня люди рабочих специальностей должны получать очень высокую подготовку. Здесь мы, безусловно, будем эту работу продолжать по всем направлениям. А что касается сближения потребностей производства с той работой, которую проводят средние учебные заведения профессиональной подготовки и даже высшие, безусловно, вот в этом и залог успеха, с тем, чтобы высшие учебные заведения, средние техникум, лицеи в тесном контакте работали с производством. Но мы давно, в течение нескольких лет этим занимаемся с нашими ведущими компаниями. И они откликаются, потому что это соответствует их интересам, интересам компании. Вот сейчас я был перед тем, как сюда приехать, был на другом предприятии. Вот руководитель, да, где-то он здесь. А, вот он сидит, Андрей, да? Значит, вот там то же самое. Они набрали, сколько, полтора тысячи работников, да? Сколько? Четыре тысячи. Четырнадцать тысяч набрали. Прямо на месте и готовили. И, конечно, они заинтересованы в том, чтобы вновь пришедшие на производство люди, а это вот, как он сказал, это бывшие официанты, тоже нужные профессии, бывшие менеджеры даже какие-то ещё чем-то занимались в сфере услуг, когда они приходят в сферу реального производства и имели хорошую подготовку. Ну, чего? Сколько у вас из мест лишения свободы? Четыреста человек? Ну, двести восемьдесят. Ну, вот там двести восемьдесят, по триста человек. Даже из мест лишения свободы люди работают. Не хватает рабочих рук. И их тоже нужно готовить. И для них это тоже будущее, потому что они после того, как вот эта страница в жизни будет перевёрнута, они получают профессию хорошую и имеют дальше перспективы развития, в том числе профессионального и личного. Поэтому мы будем работать самым тесным образом, выстраивать эту совместную работу между школой, уже со школы надо начинать профориентацию, между средними специализированными учебными заведениями, профессиональными, как я уже говорил, техникум и лицеем. И, конечно, в вузах. И в вузах будем продолжать эту работу. Вот одну из программ я назвал, профессионалитет, профессионалитет. Миллион человек должны подготовить к 2028 году. Но это не единственная программа, их целый набор. И мы будем дальше совершенствовать это взаимодействие с реальным сектором экономики. Так что сомнений здесь нет никаких. Спасибо огромное.